Приближается великий праздник, 75-летие победы Великой Отечественной войне. Мировая пандемия разрушила множество планов и масштабные праздничные мероприятия, запланированные в честь юбилея, в стране пришлось отложить. Память о тех днях священа для дагестанцев и всего российского народа. Мы не раз рассказывали о подвигах тех, кто ценой своей жизни и здоровья подарил нам победу и право на жизнь. На сегодняшний день тех, кто видел военные события, своими глазами осталось совсем немного. В преддверии праздника мы вспоминаем наших героев. Сегодня ветеран уже с улыбкой вспоминает те тяжелые военные годы. Ибрагим Паша Садыков родился в 1923 году в Рутуле. Учился, как и все свои сверстники в школе, и помогал своим родителям в поседневном быту. Когда началась война, ему было 18 лет, и он добровольно отправился на фронт. Попал в город Армавир в учебку автоматчиков, а в январе 1942-го воевал под Сталинградом. Он вспоминает, что мороз был под 40 градусов, хлеб и продукты питания были замерзшие. Немецкая авиация бомбила буквально каждую минуту. Это был поистине сущий ад, вспоминает ветеран, где вряд ли кто мог уцелеть. Много я испытал военностью, не дай бог больше этого, чтобы никто не видел. Вот это Ибрагим Паша, тогда у меня было 24 года. 300 метров по полостонски на этой стороне железной дороги я по полостонски пошел, перелез и споробел этого первого номера. В этих боях Ибрагим Паша Садыков получил осколочное ранение ноги. Осколок до сих пор остался в правой ноге ветерана. Из-за полученной травмы ему пришлось отправиться в госпиталь, а после чего он вернулся на родину в Дагестан. Дойти до Берлина Ибрагим Паши Султановичу не посчастливилось, но зато наш герой нашел свою судьбу и спутницу жизни. Медсестру, которая ухаживала за ним в госпитале и сопровождала его по дороге в родное село Рутул. Врачи меня комиссовали, дали мне инвалиды, отечественные третьи группы, дали мне сопровождающие, так как ты молодая девушка, и меня отправили домой. Я побыл в шесть месяцев, потом смотрю, мои напарники, которые со мной в школе учились, забирают в армию. Я прямо пошел в Дома культуры, комиссар был из Дербента Абрамов, я сказал, товарищ комиссар, возьмите меня, мне еще рука такой была. Он говорит, руку, я говорю, вот, автомат можно держать, я говорю, могу зачислить его. После освобождения территории Советского Союза Ибрагим Паша Садыков участвовал в боях за освобождение Варшавы, где вновь был ранен. Отправили лечиться в Новосибирск, это было 1 мая, вспоминает ветеран, а 9-го там же встретил радостную весть о великой победе. 9-го мая кончилась война, и вот солдаты гостелями пошли, ба-бах, ба-бах. Это спасибо русским людям, они даже из печки вареные картошки с кастрюлями переносили в этот госпиталь. Самогоны, пирожки, сахар, мармалай, что долго они переносили. Ибрагим Паша Садыкову 98 лет, но, несмотря на испытания, выпавшие ему в жизни, он крепко стоит на ногах, ходит твердо и уверенно. За мужество и героизм, проявленные во время войны, он награжден многими орденами и медалями. Тяжелые военные годы давно позади, но память и благодарность к таким людям, как Ибрагим Паша Садыков и к тысячам других, останется вечной. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.